Добрый день, друзья мои! Сегодня я хочу поговорить с вами о пеларгонии. Пеларгония, пожалуй, один из самых любимых моих комнатных растений. Прекрасно чувствует себя на улице. С ранней весны до поздней осени вот эти цветы растут, благоухают, поражают своим внешним видом всех-всех, кто заходит во двор. Посмотрите на эту прелесть, посмотрите на эти невиданные оттенки. Их просто море. Это далеко не все. Говорят, пеларгония лучше растет в маленьком горшочке и не любит большие пространства. Я пеларгонию выращиваю как в маленьких горшочках, так и в больших горшках. Я ее выращиваю также и в грунте. И везде она чувствует себя прекрасно. Даже не знаю, какая из них краше, какая лучше, какая ярче. Любая достойна восхищения. Не хочу обидеть никакую, потому что каждая из них по-своему прекрасна. Какие большие шапки. Даже нет необходимости приближать их. Они и так показывают всю свою красоту. Даже на расстоянии. Какое богатство красок, оттенков. Сколько их в одном цветке. А этой даже и цвести не нужно. Большинство из них я выращивала из семян. Некоторые приобретала на рынке, увидев яркую, редкую окраску. Некоторые просто менялись с цветоводами на те сорта, которых у нас друг у друга нет. Посмотрите на эти розочки. К сожалению, в основном еще в бутонах. Куда бы ее не поставил, где бы не расположил, она чувствует себя везде прекрасно. Вовремя полить, не перелить. Можно подкормить. Можно немножко капнуть воду йода. Практически не болеет. Практически не поражается никакими вредителями. Бывает такая гусеница, которая выедает листочки. Но это бывает у меня крайне редко. В основном она чувствует себя прекрасно. Я часто переставляю ее. Да, это тяжело. Все-таки где ведро земли, где два. Но когда очень жарко, я ее переставляю вот сюда, под навес. Когда очень сильный дождь, я ее тоже убираю, но под другой навес. Когда сильное солнце, я ее тоже убираю подальше. Вот кочует она у меня везде и всюду по двору. Но удается цвет сохранить, удается сохранить листья, не желтые, не вянущие, сочные. Ну и, конечно же, вот эти вот великолепные цветы. Сейчас я вам покажу несколько пеларгоний, которым, ну, просто не хватило ящиков. Которые просто где-то отломились и где-то не нужно просто такого количества, такого сорта очень много. А выбросить, как всегда, жалко. Поэтому я где-то уголочек земли нахожу, туда без проблем воткну прям в землю. И не злоупотреблять поливом, чтобы не почернило, чтобы не было черной ножки. Все остальное происходит само собой. Через время появляется бутончик, добавляются новые листья, и пеларгония начинает цвести. Конечно, я удаляю то, что отцвело. Чтобы внешний вид не портился, я время от времени удаляю соцветия, которые уже отцвели. Тогда больше чаще появляются бутоны и больше чаще появляются цветы. Некоторые, посмотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, до 7 бутонов вот на одном кусте. Это при том, что перед тем, как снимать, те, которые потеряли свой внешний вид и цветли только наполовину, я удалила. И есть, конечно же, еще бутоны, которые не раскрылись. Очень благодарный цветок. Те, кто почему-то по какой-то причине не может с ним подружиться, те должны понять, что вода основной враг. Вода и основной враг. Даже операргония не боится прохлады, не боится холодного воздуха, так как, наверное, она боится перелива и сильных ожогов на очень палящем солнце. Вот тенечек, умеренный полив. Иногда на время забудьте ее полить. Придете и удивитесь. Она вам скажет спасибо, а за это вы немножко дадите ей водички. Ну что, пойдемте посмотрим ту пеларгонию, которая растет в грунте. Эта пеларгония совершенно неухоженная растет. Вот. Уже нужно удалить все то, что отцвело, чтобы появились новые. Получилась она под растением. Немножко, видите, вылезла на дорожку. Такие вот колиусы, которые очень сильно разрослись и с одной, и с другой стороны. Немножко вылезли на дорожку. И, конечно же, крайний цветок накрылся. А вот рядышком пеларгония, она вся в бутонах. Вот этот цветок поразит вас своей красотой через недельку, когда все они раскроются. А вот то, что отцвело, нужно удалить. Некоторые говорят, разве это можно делать руками? Конечно, лучше резать. Но когда в одной руке камера, тогда вторая справляется сама. Эта пеларгония вся цветет. Эти пеларгонии я высаживала, когда они еще были без цвета. И поэтому, конечно же, я бы не посадила две нежно-розовых рядышком. Они в стадии отцветания. Этот тоже в бутонах. Пада лишний вырос один катарантус. Но не буду его трогать, пускай растет. Этот тоже скоро будет неописуемо красив. С другой стороны цветущая. Это ярко-розовая с черным листом. Очень много оказалось красной. Хотя есть и вот такая. Вот это огни Москвы, молоденькая, и рядышком бутончик. Тут, наверное, два корешка попали вместе. Одна вот такая розовая, другая полная красная. Все пеларгонии, которые высажены в грунт, чувствуют себя превосходно. Есть, конечно, и другие цветы, о которых я еще не рассказывала, не показывала. О них разговор впереди. И вот так выглядит дорожка с пеларгониями. И свести они будут тоже до тех пор, пока не ударит мороз. Свои пеларгонии я время от времени выношу, ставлю для обработки. Для того, чтобы хорошо пролить, помыть горшки от паучков, для того, чтобы удобрить и для того, чтобы устроить им душ. А вот петунью в этом году очень сильно намочил дождь. Он уж ее и лил и полоскал. Но такая прохладная погода способствует тому, что мои петунии не сгорели. Петунья также неплохо чувствует себя и в грунте. Это я уже остаточки, которые черенковала. Некуда было их посадить, поэтому я их в грунт высадила. И она чувствует себя довольно-таки неплохо. А вот эту традисканцию я посадила еще зимой. Но это уже комнатные знакомые вам педилантус. Это тоже знакомый вам Замио Кулькас. Вот этот, скорее всего, не показывала. Это Пикус Бенджамина. Великолепное растение. Попали в кадр и гени с арбузом. Столько много листочков появилось за это лето. Их сразу видно по цвету. Они такие, знаете, нежные, блестящие. Ничем я их не мою, кроме воды, конечно. Все остальное, когда чего-то растению не хватает. Ну, ему достаточно всего. Очень приятное такое. Отличный фигурь для джаминов. Вот такой вот пеларгонии у меня нет в маленьком горшочке. Поэтому нужно найти черенок, который я могла бы посадить. Вот, смотрю и думаю, что вот этот вот можно было бы попробовать посадить. Открываю. И смотрим. Очень хороший, крепкий, мощный. Этот тоже удален. Вот. И еще один для верности. Ну, их тут достаточно много. Вот этот вот тоже очень нужно отделить. Смело отделяю. Убираю лишний листочек. Вот два росточка. Можно еще один, чтобы посадить его в грунт. Где лучше примется, там, собственно, и будет. Ну, вот этот вот. Вот. Что-то закрывает. Я думаю, вам видно. Так что же это за непослушный лист такой. Сейчас я его удалю. Вот и третий. Тучка набежала совсем неожиданно. Я даже не ожидала, что польет вот такой дождь. Никогда еще не снимала отсюда с этого ракурства. Ого-го! Это не дождь. Это целый линин. Вот это да! Дождь пошел в кино. Как я успела все снять. Ну что, дождь и тихий. Пошел тихий, спокойный, мелкий. Напугал? И успокоился. Спасибо! Пошел тихий, громкий. Поп-поп. 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 Продолжение следует...